Добрый день всем, кто нас смотрит. Меня зовут Дарья Судрева. Лето – это время не только отдыха, но и большой работы ульяновских энергетиков. Замена труб, устранение порывов, гидравлические испытания. Все, чтобы в холодные зимние дни жители чувствовали себя уютно. Сегодня актуальное интервью мы проводим с директором филиала Ульяновского ПАО «Т-Плюс» Маратом Рифатовичем Фиткулбом. Марат Рифатович, здравствуйте. Добрый день. В Ульяновском филиале «Т-Плюс» в самом разгаре летняя традиционная ремонтная кампания. Расскажите, на какой стадии сейчас проходит ремонт? Да, действительно, жаркая пора, подготовка к очередному отопительному сезону. Надо сказать о том, что предыдущий отопительный сезон завершился. У нас, как традиционно, уже складывается в последние годы, в начале мая. У нас есть пять месяцев для подготовки к следующему отопительному сезону. Это, безусловно, наверное, сейчас самый пик ремонтной кампании не только тепловых сетей, которые, собственно говоря, горожане наблюдают. Это и ремонт основного генерирующего оборудования, котлов, турбин, ну и, как я уже сказал, трубопроводов. В настоящее время мы завершили уже практически два этапа проведения капитального ремонта на тепловых сетях. Это улица Карла Маркса и улица Пушкаревой. Приступили к ремонтным работам по улице Минаева. По генерирующим оборудованию мы заканчиваем уже ремонт второго энергетического блока на Ульяновской ТЭЦ-2. Большой объем работ, 66 календарных дней. Движемся мы там к логическому завершению. По первой станции достаточно много оборудования уже подготовлено. Это и энергетические котлы, и турбины. Поэтому не так много времени. Понимаем и осознаем, что у нас короткий промежуток в виде пяти месяцев. Поэтому наша задача успеть в отведенные сроки подготовиться. В целом до какого времени у вас, где дедлайн, грубо говоря? Безусловно, это начало отопительного сезона. Здесь никаких секретов нет. Мы всегда ориентируемся на 1 октября. Это 100% готовность к несению максимальных нагрузок. В целом, если говорить про тепловые сети, то календарные планы согласованы с администрацией города. Это сроки, обозначенные в районе завершения работы. Это 1 сентября всех основных работ. Ну, незначительные работы там либо после повторных гидравлических испытаний. Там, возможно, будут завершаться в сентябре месяце. Но основная масса, безусловно, это с завершением августа. Это полная готовность. Можно ли уже говорить о каких-то конкретных суммах, которые потрачены на ремонт? Да, в этом году есть чем похвалиться, откровенно говоря. Потому что в этом году беспрецедентная большая ремонтная и инвестиционная программа, что немаловажно. Мы в этом году на капитальный ремонт и техническое переоружение, реконструкцию оборудования, тепловых электростанций, тепловых сетей сумма превышает 700 миллионов рублей. То есть эти средства направлены примерно, так скажем, 50 на 50 между генерирующими оборудованием и тепловыми сетями, что нам в целом позволяет рассчитывать на подготовку оборудования. Ну и немаловажно, это инвестиционная составляющая, потому что у нас есть требования изменяющегося законодательства. Есть просто современные вызовы, где от нас требуется необходимое уделение внимания, модернизация оборудования. Хочется сказать, что вот, например, на Ульяновской ТЦ-1 мы на протяжении уже трех лет в этом году продолжаем работы по химически опасным производственным объектам, которые вызваны изменения требований в законодательство. Мы переходим полностью на бесточные технологии, где у нас будет возвращаться конденсат в основной цикл производственного процесса, так скажем, с исключением сбросов в карты накопителей и так далее. Если говорить про тепловые сети, то тоже мы ушли от традиционного просто метода перекладки трубопроводов. Мы применяем сейчас современные предизолированные трубы, мы автоматизируем технологические процессы. Мы в этом году завершили автоматизацию насосной станции номер один, которая находится на улице Минаева, что позволило нам перейти на полную автоматизацию технологических процессов и исключить действия оперативного персонала и вмешиваться в процессы регулирования, управления насосным оборудованием, регуляторами. И у нас насосные санкции сегодня полностью работают без обслуживающего персонала. Ну и так далее, и так далее. Программа большая, я уверен, что мы по ней отработаем за оставшийся период, завершим все начатые работы, ну и безусловно будем готовы к отопительному сезону. В самом начале разговора вы упомянули два участка, это улица Пушкарева и улица Карла Маркса. Вот по первому участку я говорю о тех, чьи участки больше всего волнуют горожан наших. Улица Пушкарева, участок довольно-таки сложный. Это, во-первых, транспортная артерия, которую перекрывать нельзя. С одной стороны у нас промышленные площади, с другой стороны многоквартирные дома. Вот как технология, наверное, ремонта, замена трубопровода на данном участке соблюдается? Ну она в целом примерно везде одинаковая. Я хотел бы сказать действительно, что у нас есть сложности при производстве работы, прежде всего связанные с проезжими частями. Не секрет, основная масса трубопроводов проложена именно под проезжей частью автомобильных дорог, пешеходных тротуаров. Сложность заключается в том, что любое ограничение дорожного движения вызывает, ну в целом, наверное, самое малое, что это недовольство. Понятно, что это неудобство водителей, горожан, которые, собственно говоря, должны искать новые пути объезда, искать новые пешеходные маршруты. Для нас это сложность. Сложность прежде всего потому, что, безусловно, нам бы было гораздо легче закрыть проезжую часть и переложить там за совершенно другой, более короткий срок. Но есть трудности. Мы, безусловно, там, где это возможно, не вскрываем дорожное полотно. Но особенно это связано с и восстановлением дорожного покрытия. За последние годы в городе Ульянске очень много дорожных, автомобильных дорог привели в нормативное, в хорошее качество. И нас зачастую воспринимают где-то в части негатива и влияния на это дороги. Но мы предпринимаем все усилия. Если говорить про улицу Пушкарева, то под самой проезжей частью есть полупроходной канал, где мы в настоящее время обследовали его. Он в хорошем состоянии. Мы приняли решение, что не нужно вскрывать дорожное полотно и демонтировали трубопровод путем осуществления земляных работ на зеленой зоне. Это сложности. Это, безусловно, дополнительные затраты, которые требуются от нас для того, чтобы и по привлечению техники, и по самой организации работ. Но мы понимаем, почему это происходит, понимаем, зачем мы это делаем. И поэтому, собственно говоря, работа уже практически там закончена. И поэтому здесь по дорожному полотну никаких проблем не будет. Если говорить про Карла Маркса, то здесь ситуация сразу была нам понятна, потому что мы неоднократно на этом участке уже вскрывали трубопроводы и понимали, что железобетонные конструкции там находятся близко к неудовлетворительному состоянию. И оставлять в таком же состоянии железобетонные лотки мы не могли. Собственно говоря, здесь тоже надо сказать, наверное, о том, что мы плотно совместно с администрацией города работаем в этом направлении. У нас есть перспективные графики производства работ. И, в частности, улица Карла Маркса в прошлом году на этом участке у многих вызывало вопрос, почему асфальт не доделали там на 200 метрах улицы Карла Маркса. Потому что мы говорили о том, что у нас будут плановые работы. Собственно говоря, они и остались. Вот в этом году мы вскрыли. Сейчас завершаем работы. Буквально, наверное, в начале следующей недели уже будем приступать к благоустройству. И, соответственно, этот участок будет приведен на лежащий вид и с точки зрения самого дорожного плата. Вот вы, кстати, затронули очень интересную тему. Очень часто бывает так, что энергетики вынуждены ремонтировать трубопровод там, где до этого, буквально за год-за два, дорожники положили новую дорогу. Вот как происходит процедура, не знаю, согласования работ внутри земляных и уже снаружи? Понятно. Ну, я уже затронул эту тему. Действительно, мы стали обсуждать это. Есть постановления правительства, в рамках которых мы формируем графики производства работ. У нас в компании предусмотрена пятилетняя перспективная программа производства работ. И мы понимаем, где в ближайшие годы мы будем производить те или иные земляные работы. И, собственно говоря, это и в Дорожном комитете администрации города информация есть. При формулировании графиков капитального ремонта все это отражается. Ну, мы, к сожалению, на сегодняшний день еще не научились предугадывать повреждения, где будут в период гидравлических испытаний. Это проблема, действительно. И зачастую где-то, наверное, нас воспринимают, опять же говорю, вредителями в части нарушения дорожного полотна или тротуаров. Но, поверьте, мы это делаем неосознанно, не специально. Делаем мы гидравлические испытания осознанно, но повреждения, к сожалению, под землей предугадать, в какой период и где они возникнут. Для этого гидравлические испытания, собственно говоря, и необходимы. Поэтому я откровенно говорю, я приношу извинения там и перед гражданами из-за неудобства, которые возникают. Но я понимаю, зачем мы это делаем и зачем это в компании делается. Потому что в свое время требование по необходимости или отсутствию этой необходимости проведения гидравлических испытаний, она себя исчерпала. Все давно убедились, что гидравлические испытания трубопроводов по завершению отопительного сезона – это самый действенный метод по выявлению повреждений. Ну а выявленные повреждения, устраненные в 5-месячный срок – это, безусловно, гарантия надежного и качественного прохождения отопительного сезона. Ну а что касается в целом благоустройства, нужно же тоже сказать, что мы действительно в компании у себя даже пересмотрели подход к этому. Мы исполняем регламент, который на сегодняшний день утвержден в городе Ульяновске. То есть требования по благоустройству, они определены. Мы в рамках них работаем и отношение наших подрядчиков даже к производству этих земляных работ и к последующему восстановлению за последние годы очень изменилось. Я хочу сказать про улицу Гончарова, которая тоже много вопросов вызывала в последние годы. И мы действительно в прошлом году тяжело, но понимая, что нужно вскрывать новое дорожное полотно, приняли решение о том, что нужно провести капитальный ремонт. Ну, я думаю, что я свое слово держал перед администрацией города о том, что мы восстановим дорожное полотно. В прошлом году мы его сделали уже перед зимним периодом, так скажем, в первоначальном виде. В этом году мы в рамках гарантийных обязательств привели в соответствие с требованиями, действующими в городе Ульяновске. Ну, вот кроме благоустройства дорог, у вас еще есть интересная программа по благоустройству уже прилегающей территории, так сказать. Да, это тоже, наверное, наша маленькая гордость. Действительно, мы в прошлом году так называемая программа «На действует территорией детства», мы ее называем. Это не только, это игровые площадки, которые мы ставили. Сегодня это уже как данность, и мы понимаем, что работы, связанные с капитальным ремонтом, в какой-то степени ограничивают перемещение даже жителей отдельно взятых домов на прилегающие территории. Дети не могут играть в дни летних каникул. Это было в прошлом году на улице Верхнеполевой, когда мы осуществляли большой объем работы, и тогда появилась идея, почему бы не скрасить период этого капитального ремонта после благоустройства каким-то положительным моментом. И тогда мы приняли у себя внутри, и в целом сейчас уже в компании это осуществляется, программу, которая связана с благоустройством территории, с установкой каруселей, установкой детских игровых площадок, элементарно просто сооружение какой-то песочницы новой, которой не было до момента производства работ. Ну и хочется даже сказать, что в прошлом году жители с улицы Верхнеполевой звонили и благодарили нас за то, что мы после себя оставили нормальную территорию, привели ее в надлежащий вид, что, безусловно, не может не радовать. Я знаю, что уже благоустройство проведено в нескольких дворах на 19 микрорайоне, в центре Верхнеполевая, еще несколько адресов. Какие еще, может быть, планы дальнейшие, грядущие? У нас большая ремонтная программа в этом году по квартальным сетям. Мы работали, сейчас закончили работу на улице Облуково. Мы действительно смотрим те территории, которые в этом нуждаются. И там, где есть здесь, безусловно, скопление детей, где дети играют. Я даже хочу сказать, вот совсем недавно у нас был выезд в детский дом малютки на улице Смычки. Мы встречались с детьми. Ну, трудно переоценить вообще общение с детьми. И тот маленький вклад, который мы в это можем делать, он точно не оценим. И я и своим сотрудникам сказал, что мы даже с этим домом малютки будем сотрудничать, будем помогать. Ну, а по благоустройству территорий, точно там, где капремонт осуществляется, и есть негативные там последствия, не то, что там с точки зрения неблагоустроенных территорий, а там, где есть ограничения перемещения жителей. И, опять же, повторюсь, отсутствие там возможности поиграть детям. Там мы будем стараться оставить за собой хорошие воспоминания. Спасибо большое, Марат Рифатович, за приятную беседу. На этой приятной ноте, наверное, завершим нашу беседу. Наша передача подходит к концу. До новых встреч. До свидания. До свидания.